Сейчас все расскажу подробно, какие ошибки допустила, почему так произошло. Честно, прям вот захотелось снять по горячим следам именно такое видео, потому что я могу вам тысячи разгонов еженедельно снимать, но что толку от этих разгонов? То есть да, я буду ставить там на бинарках вабанками, там здесь вабанками, разгонять эти депозиты. Вам больше пользы принесет, если я с вами поделюсь опытом, как не стоит делать, чтобы не терять свои деньги, или как делать, чтобы зарабатывать. Если вы действительно хотите прийти к положительному результату в трейдинге, то рекомендую вам досмотреть это видео до конца. Я уверена, что оно будет очень полезным для многих. Тем более, согласитесь, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Я не скажу, что сумма, которую я на этой гребаной одной сделке потеряла, что она прям критичная для меня, что всё, я теперь жить не смогу, что я её там пять месяцев зарабатывала. Но неприятно. Мне больно от того, что я нарушила правила. Мне больно от того, что я не смогла удержать себя в руках, и что просто, как обычно, пошла против стратегии. Каждый раз, когда у меня не получается удержать себя в руках, я очень сильно нервничаю. То есть каждый раз, когда наступает вот этот момент, что, блин, я получила нормальный минус на простейшие ошибки. Не ошибки в анализе, там, не закрылась по стопу. Ну, хотя да, я закрылась по стопу, но, блин, сейчас всё поймёте. А именно конкретно моя ошибка. Я в очередной раз не смогла сдержать себя в руках. Да, у меня, в принципе, идёт торговля нормально. Я вам сейчас покажу просто пару ситуаций. Всё отлично, всё хорошо. На бинарках на днях разогнала депозит от 6 долларов до 598. То есть, по сути, в 100 раз увеличила депозит. Сегодня поторговала на Форексе. Заработала 139 долларов чистыми. Ещё одну сделку там открывала. Покажу вам. Скрин тоже заработала на ней. И вот она просто злополучная сделка. При том, что у меня изначально депозит был 140 долларов, а потеряла я 350. Сейчас вы поймёте, как это всё получилось. Здесь у нас пока всё идёт хорошо. Ну, хотя вот эта ситуация мне не совсем нравится, но в целом, если 5-минутный, я думаю, таймфрейм поставить, вы увидите прям чёткую голову и плечи. Вот она. Плечико, голова, плечико. Цена пробила данный уровень, данный уровень поддержки, и теперь она превратилась в уровень сопротивления. То есть, по факту, я открылась уже на отзеркаливание. А, блин. Опять всё так сумбурно получается. Я с учётом того, что села записывать видео, я не планировала вообще сегодня больше торговать, но просто увидела офигенскую ситуацию. Просто чуть ли вот в моей голове она не идеальна, понимаете? И поэтому я решила открыться. А, кстати, забыла вам рассказать, что по проекту, где я пыталась со 120 долларов инвестировать ежедневно по 25. Если говорить обобщённо, я успела поторговать только 5 дней, потому что потом я уехала в отпуск, а после отпуска вернулась и офигела от политической ситуации в мире. То есть, по сути, у меня было только 5 дней. Из них первый я вам уже показала, второй, третий, четвёртый сейчас покажу. Второй, третий, четвёртый нормально всё успешно наторговала, инвестировала. Пятый день из 120 долларов у меня осталось 105. То есть, 15 долларов я потеряла, и эксперимент остановился. Опять же, я вот сейчас думаю, я, короче, снимаю видео о том, как не стоит поступать, но при этом беру, ставлю охеретительно высокое плечо, открываюсь там, хотела ва-банком открыться, где находится мой самоконтроль, где находится вот этот вот тумблер, который у меня в голове переключился в обратную сторону плохого торгаша, так скажем. Короче, здесь, смотрите, за 16 минут у меня я заработала, закинула, инвестировала в атом. Здесь за 42 минуты. Так, где тут? пам-пам-пам-пам. Инвестировала в аду. И здесь за 16 минут опять. Просто, если вам конкретно прям сделки интересны, включите замедление видео, и вам будет все конкретно четко видно. Инвестировала в галу. И по факту у меня остался депозит в 105 долларов и 4 монеты по 25 долларов. По сути, считаю, что результат пока что промежуточный и успешный. Но, естественно, я буду весь эксперимент начинать заново. И опять же, постараюсь сначала 10 дней, потом 30 дней и так далее. Потому что на фоне 5 дней, один из которых с минусом в 15 долларов, это не очень прикольно и не очень хорошо. Это не то, чего я жду. По сегодняшней сделке. В общем, я начала искать себе команду сигналистов, чтобы открыть проект с платными сигналами. Ну, не такой, что, ой, купите подписку, у меня там сигнал. А такой, что, вот, держите сигнал, если вы на нем заработали, скиньте там, оплатите этот сигнал по прайсу. То есть, фактически, если я открою такой проект, то люди будут платить только за положительные результаты после того, как сделка завершилась. Пока не знаю, пока нахожусь в поиске хорошей команды. Самой мне это страшно делать. Брать на себя ответственность. Потому что я знаю, даже вот на примере меня, какую сумму я влепила на чужой сигнал. В общем, я начала сегодня тестировать девочку. Она мне дала сигнал, и я по этому сигналу открылась. Открылась на 138 долларов. То есть, фактически, все хорошо. Думаю, если там сделка закроется по стопу, то я уйду в минус 90. Если закроется по тейку, тогда удвою депозит. Вот. Но там мне пришлось даже ее поправить. Она стоп выставила изначально слишком рано. Но в чем прикол? Сделку она мне дала вот от данной зоны сопротивления. То есть, вот эта красненькая линия, это там, где открыта сделка. Вот смотрите, раз касание, вот два касания, мы проводим линию, и можем понять, что сделка оттолкнется. К сожалению, я не сразу заметила, что это часовой таймфрейм. И если приближать, то там есть вот эти фитили, которые как раз-таки закидывают вас в жесткий минус. И вот здесь вот я такая, блин, минус 16 долларов. Что же мне нужно сделать? А мне надо, короче, взять и еще докинуть депозита. Ну, то есть, вот это делается буквально там одним нажатием. Я такая, оп, докинула. Идет, 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 идет сделка. Я беру, докидываю еще. Просто понимаете? А еще 300 долларов закину. И вот таким образом у меня уже было закинуто 717 долларов. То есть, с учетом того, что я не торгую на таких суммах на фьючер, я торгую там со 120 долларов, удваиваю ежедневный депозит, и, в принципе, на этом успокаиваюсь. Вот, я взяла и закинула на одну сделку, не по своему анализу, 717 долларов. Понимаете? При том, что докидываю, докидываю, докидываю объем. То есть, по факту, если вы берете, если у вас есть стратегия, вы заходите на эту стратегию определенным конкретным объемом. Все. Вы не увеличиваете сумму, вы не двигаете стопы. И я начинаю сидеть и ждать просто. И охреневать от ситуации. Немножечко сдвинула стоп. Но то, что я сдвинула, я сделала правильно, потому что там могло зацепить просто рыночным шумом. Вот. И сидела, я наблюдала, ждала этого разворота. Честно, до конца верила в эту сделку. Думала, что вот, сейчас полоновой теории, там все пять волн сформировались, сейчас должна цена уйти на коррекцию. Но охрен с два. Просто вот таким импульсом меня выбило. И самое прикольное, что после этого импульса, после того, как здесь цена потенциала, она развернулась на понижение. Да даже здесь вот все говорит о том, что, блин, закрою эту сделку. Но я до сих пор верю, что цена сейчас развернется. Пробило. Горизонтальный уровень, диагональный уровень. И, в принципе, все, что сейчас может развернуть цену, это просто, опять же, какой-то кит, какой-то хороший объем. Ну, в принципе, вот. Сейчас посмотрим, как это все сейчас формируется. Короче, по итогу, что я хочу вам сказать. Немножко не так у меня сейчас построено видео, как я планировала, потому что у меня не было в планах открывать вообще сегодня никаких сделок. Я хотела все четко, структурировано рассказать. Я хочу до вас донести следующее. Для меня, там, потерять эти 40 тысяч рублей, да, обидно, да, неприятно. На эти 40 тысяч я могла купить что-то, там, ребенку, что-то, там, мужу подарить, купить себе что-то. Я их просто взяла и тупо из-за своих ошибок потеряла. Но вот это вот горечь от того, что, блин, вот, все прописано, почему не можешь действовать? В общем, берите листочки, записывайте. Те правила, которые вам помогут сохранить ваши деньги. Первое, конечно же, и одно из самых важных, это открываться на ту сумму, которую вам абсолютно не жалко потерять. Как и кажется сейчас, что мне пофиг, что мне совсем без разницы, но мне все равно неприятно от этой потери. Мне неприятно от того, что я выключила свой мозг. Вот. Второе, никогда не надейтесь на кого-то. То есть, если вы видите четкую конкретную ситуацию, которая, вероятнее всего, вытащит вас в плюс, открывайтесь. Если вам кто-то, там, я, там, другой трейдер, еще кто-то, вы даже купили прогноз, не открывайтесь без своего анализа. То есть, если вы берете чью-то сделку, проводите анализ. В этой сделке я провела анализ, все было четко, просто посмотрите, какая идеальная ситуация. Вот просто какая идеальная зона сопротивления. То есть, цена очень хорошо должна отскакивать от этой зоны сопротивления. Ошибка здесь не в анализе. Ошибка не в том, что эта девочка скинула мне какой-то хреновый сигнал. Она все правильно, она молодец, она скинула мне скрин. Если получится, я прикреплю его сюда. Ошибка в том, что я нарушила money management и risk management. Напишите, кстати, пожалуйста, в комментах, какой контент вам было бы интересно смотреть. Вот какие видео мне для вас пилить, чтобы вы такие, вау, круто, классно. Только не нужно писать про всякие разгоны, потому что, да, я могу повыкладывать разгоны, это классно, это круто. Могу там в прямом эфире их провести, но все же они очень информативны, то есть с них вы получаете очень мало ценной информации. Короче, фигас два. Я в плюс пять долларов. Закроюсь лучше. Да, сейчас может попереть к уровню. Вот такая двойная вершинка сформировалась, но все же я буду сейчас держать себя в руках. У меня превышено плечо. Не повышайте плечи, чтобы отбить что-то. Не повышайте плечи, если вы думаете, что верняковая ситуация. Вас просто тупо может сожрать рыночным шумом. Вот. По сути, можно было сейчас досидеть в этой ситуации, пересидеть там коррекцию, здесь немножечко усредниться, но не на сороковом плече. То есть, по факту, если вы повышаете плечо, двигаете стопы, если вы увеличиваете объемы, то это прямой путь к сливу. Кстати, я вам хочу немножечко похвалиться, что конкретно в этой сделке я до последнего сидела, даже выкладывала скрин к себе в телегу, скрин там с анализом, ссылочка в описании, помните, да? Выкладывала, что вот, я сижу и наблюдаю, как цена танцует прямо у стопа. То есть, в этом плане я огромная молодец, в этом плане я просто удержалась, потому что руки чесались его передвинуть. И даже с учетом того, что цена... О, как поперло вниз, хорошо. Даже с учетом того, что цена развернулась после этого, я не жалею, что я ставила этот стоп. Ни в коем случае. Потому что, если ставить его совсем высоко, то с таким шумом можно очень хороший минус уйти в случае пробития уровня. Вот здесь, смотрите, лишний раз запаниковала, могла отлично, хорошо заработать баксов 50, а я взяла, закрыла сделочку. Что это? Дичь. Но закрыть сделочку там в плюс 5 гребаных долларов, это намного лучше, чем минусануться просто на каком-то движении. Потому что высокое плечо, сразу его уменьшаю, это против правил. Этого делать нельзя ни в коем случае. И да, если чувствуете, что ваша торговля сегодня идет, так скажем, не в вашу сторону, то лучше уходите от терминала, уходите от всего. Вот, блин, вот. И во мне сейчас врубается, да какого хрена я хочу открыться? Все, я держу себя в руках, обещаю вам, что в ближайшую неделю буду держать себя в руках, не повышать суммы сделок там, ну, то есть работать четко по стратегии. И с учетом того, что я вам это пообещала, мне теперь придется работать по стратегии, потому что обещание нужно сдерживать. В общем, ладно, такое видео каша получилось, но я надеюсь, что оно вам понравилось, что оно для вас информативно. Желаю всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх этому видео.